Даниэл МакКой Дух викингов. Введение в мифологию и религию Скандинавии Предисловие В этой новой амбициозной книжной серии мы задумали собрать самые важные и необходимые для современного человека работы по истории. Это будут и серьезнейшие исследования знаменитых ученых и увлекательный нон-фикшн на широкие темы, созданные научными журналистами. Серия возникла из прямой потребности читателей. Сегодня в России в мире историческая наука семимильными шагами движется за пределы библиотек аудиторий. Труды по гуманитарным дисциплинам больше не пылятся в университетских запасниках. А интересующиеся истории люди ходят на книжные ярмарки, открытые лекции в пабах, играют в Assassin's Creed Valhalla или смотрят сериал «Викинги». Настало время, когда количество человек, которые хотят узнавать больше об истории, серьезно возрастает с каждым годом. Теперь это не только горстка интеллигентов, работающих на гуманитарных кафедрах, но самые разные люди, объединенные страстью к знанию. Изменилась аудитория, изменились и книги. Теперь их не обязательно писать выспренным академическим языком. Стиль повествования нонфикшена может иной раз посоперничать с художественным романом. А точность фактов, которые сегодня можно легко проверить в научных базах, стала важнее авторитетности автора. Мы начинаем серию с книги этого нового поколения. С одной стороны, она очень просто рассказывает о сложной теме, а с другой – соответствует всем заветам современных исторических веяний. От микроистории до школы анналов. Перед нами работа о мифах и религии скандинавов, написанная американским независимым исследователем Дэниелом Маккоем. Его труд, как и многие интересные проекты сегодня, начался с интернет-страницы, посвященной символике и мифологии викингов. На основе материалов своего сайта «North Mythology for Smart People» Маккою удалось написать книгу, которая вовсе не теряется на фоне бесчисленных произведений последних лет на похожую тематику. Возможно, случилось это по той причине, что автор – не именитый профессор, отягощенный лекционными курсами и бумажной работой по своей теме, но горящий своим делом любитель, для которого, как чувствуется, история скандинавов – исследование всей жизни. Именно поэтому его работа и стала такой интересной для массового читателя. Бывает, что книги по истории, написанные профессиональными историками, утомляют своей чрезмерной въедливостью, непроизносимыми терминами и этажами сносок. Более того, многие ученые совершенно не заботятся о стиле текста и доступности повествования для читателя. Маккою удалось избежать этих огрехов, и он увлекательно изложил особенности таинственной религии викингов, так как сделал бы это иной ученый для своих друзей, еще недавно абсолютно незнакомых с областью его исследований. Зная по собственному опыту, что пытливый ум жаждет узнать, а чего избежать, автор выстраивает свое повествование о мифах максимально понятно и интересно. Боги и герои буквально оживают в его прозаическом пересказе нордических мифов. Но при этом и в них, и в исторических экскурсах видны ссылки на труды уважаемых ученых и работа с последними данными археологии, филологии и других научных дисциплин. Маккою не бросается терминами, ненужными для его истории. При этом перед тем, как приступить к основному рассказу, он последовательно объясняет читателю, что такое скальдическая поэзия, кто такие викинги, откуда возникла Эдда, как именно сегодня историки понимают слова «религия» и «мифология» и т.д. Это добавляет повествованию глубины, ведь информацию о мифах и богах, представленную без какой-либо методологической рамки и внятной цели, сегодня можно найти и на Википедии. В духе викингов могучие воины, захватившие полсвета, побывавшие в регионах от Исландии до Египта, от Северной Америки до России, при всей их непохожести на нас нынешних, предстают невыносимо современными людьми. Их боги, как и они сами, полны пороков и желаний. Фрейя переспала с каждым богом и эльфом. Ее брат Фрейер, с которым она состояла в инцестуальной связи, изображался с огромным фаллосом. Локи постоянно обманывал своих собратьев и подвергал их жизнь опасности. А они отплатили ему за это тем, что привязали в пещере кишками его собственного сына. Жестокость, сексуальная разнузданность, ложь и погони за выгодой в жизни скандинавских богов сопутствуют чести, бескорыстности, воинской доблести и умеренности. Так же, как и у обычных людей той эпохи. Неудивительно, что деяния скандинавов и их божеств вдохновляли арабских, немецких и русских древних историков на первые труды об обычаях и легендах северного народа. Сегодня мы знаем, что к сообщениям ученых тех лет нужно относиться с осторожностью. Они неосознанно проецировали на викингов свои собственные убеждения и страхи, свою культуру или религию. В то же время скандинавы и сами себе были антропологами и религиоведами. В одном из их мифов говорится о том, как бог Хеймдальт создал три социальных класса, а в христианскую эпоху Сноре Стурулсон истолковал предания о подлоубитом Бальдоре как провозвестие истории распятия Христа. Так мифы еще в веках активной циркуляции становились трактовками своего собственного предназначения. Интересующемуся историей полезно знать не только, как было, но и как не было. Дэниел МакКой постоянно опровергает неверное представление о скандинавах. Даже самых благородных из них часто хоронили в земле, и сожжение с кораблем – очень редкий феномен. В мифологии викингов, вопреки позднейшим христианизированным трактовкам, никогда не было представления о циклическом времени. На самом деле, после Рагнарёка вселенская история заканчивается. Благодаря современному религиоведению и источниковедению мы знаем, что считать Одина богом воинов – упрощение. Он мог благоволить и бандиту, и магу. В различных регионах почитались разные боги, и у них были самые разнообразные функции. У скандинавов даже не было слова «религия», уже поэтому можно судить, что они понимали веру совсем иначе, чем древние греки или христиане. К примеру, бог Тор, воюющий с йотунами, сам был им на три четверти, а остальные боги дружили со многими представителями этого воинственного племени. По этой причине викинги поклонялись йотунам наряду с богами-асами. А потому великанов нельзя просто назвать аналогом христианских демонов. Йотуны, вопреки распространенному стереотипу, не были гигантами, так же, как дверги не были карликами. Валькирии описывались не только как сексуальные небесные воительницы, но и как безжалостно плетущие судьбу воинов на ткацком станке из черепов и человеческих внутренностей – вестники Рока. Подобных современных мифов о мифах древних скандинавских – не счесть. И Макко безжалостно расправляется с ними, указывая, откуда они появились. Чтобы разобраться в какой-либо незнакомой теме, люди часто составляют планы или рисуют инфографику. Иными словами, пытаются облегчить работу мозга по усвоению информации. Слушатели, стремящегося освоить непростой мир скандинавских сказаний, обрадуют, что книга Маккоя отлично структурирована. В первой части она рассказывает о северных богах, космологии и таких религиозных представлениях, как судьба, мораль и посмертное существование. Дух викингов раскрывает подробности официального культа скандинавских богов, повествует о магии и шаманизме. Автор приводит информацию не только об общеизвестных богах, но и о полузабытых, к примеру, Скади, в честь которой по одной из версий назвали всю Скандинавию. Огромное количество топонимов в сегодняшней Скандинавии происходит от имен богов или йотунов, и о них Маккоя тоже не забывает. Во второй части автор выстраивает хронологическое повествование о вселенной скандинавских мифов, иногда создавая авторские реконструкции легенд, пытаясь убрать из них позднейшие христианские напластования. Рассказывая об устройстве северной космологии, он не пропускает интересных деталей, которые помогают проникнуться атмосферой и стилем легенд скандинавов. К примеру, читателю будет интересно узнать, что первые руны были вырезаны на ногтях норн, а заподозренных в трусости викингов могли изобразить в полный рост в виде деревянных статуй, проникающих одна в другую. Почему на похоронах Конунга на территории современной России его ближайший родственник шел голым, зажимая анус? Зачем успешных Конунгов после смерти разрезали на часть и хранили их в разных местах? Как святой Конунг Олаф был связан с эльфами? Правда ли скандинавы потрошили врагов, делая из них кровавых орлов? Кому из богов в рот мочилась великанша? Как христианство у викингов уживалось с политеизмом и даже атеизмом? Использовали ли колдуны и берсерки наркотики, чтобы войти в состояние транса? Были ли берсерки шаманами, а не просто сильными воинами? На все эти вопросы книга Макоя даст интересные и неизбитые ответы, подкрепленные первоисточниками и исследованиями лучших скандинавоведов. Задача историка – интерпретация фактов, а не только их поиск и описание. Причем интерпретация сегодняшнего дня. Сегодня нам нужна не история в традиционном школьном смысле, величавая летопись королевских союзов и войн, но интересен целый набор подходов к ней. Гендерный подход к истории, потому что мы узнали о социальных полах. Экономическая история с ее пересчетом древней валюты в современную, потому что мы научились анализировать события настоящего, исходя из актуальной денежной теории. Микроистория. Потому что после демократизации общества и социальной установки на индивидуализм нам хочется прислушаться к голосам представителей молчаливого большинства или понять повседневный быт и привычки каждого отдельного человека. Книга Макоя тоже не отстает от прогресса и предлагает актуальный подход к пересказу мифов скандинавских первоисточников. Их нужно интерпретировать, ставить в контекст, убирать из них лишнее, проверять, где оригинальный текст, а где добавление христиан, средневековых или современных историков. Мифы викингов не застыли в вечности, они продолжают жить благодаря исследованиям ученых, которые конструируют их не в вакууме, а исходя из современного восприятия. Именно конструируют. Как и древние певцы Скальды, как и средневековые историки, современные ученые добавляют к северным мифам свою ангажированность, свое видение, свои размышления. И в этом нет ничего плохого, если осознавать, что рудименты исследовательской оптики заключены даже в простом пересказе фактов. Автору хватает мужества признать, что он, как и все историки, не доносит до читателя истину в последней инстанции, а только пробует воссоздать, переизобрести мир, который навсегда исчез, привнеся в него частичку себя. Я уверен, что слушателю будет интересно включиться в этот процесс мифотворчества вместе с Маккоем. Помните, что пересказывая своим друзьям прослушанную в этой аудиокниге легенду, вы волей-неволей наследуете скандинавскому Скальду, который искусно нанизывал на всем известные истории новые подробности. Сергей Зотов, российский культурный антрополог и популяризатор науки, автор книги «История алхимии. Путешествие философского камня из бронзового века в атомный» и соавтор бестселлера «Страдающее средневековье. Парадоксы христианской иконографии». ЧАСТЬ ПЕРВАЯ РЕЛИГИЯ СКАНДИНАВОВ ГЛАВА ПЕРВАЯ ПРЕДИСЛОВИЕ МИР ВИКИНГОВ Узкая и длинная ладья викингов раскачивается в ветреном море, как погрузившийся в транс-пророк. После многих дней трудного плавания сквозь дожди и штормы команда утомлена. Их грубая, коричнево-серая одежда отяжелела от воды и никак не просыхает, несмотря на то, что дождь давным-давно закончился. Июльский воздух не по-летнему прохладен. Промокший мужчина ежится от холода, сидя на сундуках со своими пожитками и развлекая друг друга игрой в кости. Несколько дней назад они отправились в путешествие с западного побережья Скандинавии, взяв курс на восточное побережье Англии, страны, о богатстве которой слышали множество поразительных рассказов от побывавших там товарищей викингов. Нага ни одного из мужчин во всем флоте из десятка внушительных кораблей никогда не ступала на этот великий остров. Но они были опытными мореплавателями и знали, какие знаки на небе и на воде приведут их на запад. Свирир достает из своего мешка с едой кусок отсыревшего ячменного хлеба. Хлеб, который молотили на земле, полон песчинок и грязи. Хотя Свирир едва вышел из подросткового возраста, его зубы значительно пострадали от того, что он всю свою жизнь питался грубой пищей. Нескольких у него уже не хватает. Как бы то ни было, у этого хлеба есть что-то вроде начинки. В нем запекли сосновые иголки, чтобы обеспечить воинов столь необходимыми витаминами и предотвратить цингу. Хотя жалкого куска недостаточно, чтобы наполнить его желудок, Свирир благодарен богам за то, что голод отступает, и за саму пищу. Свирир был сыном процветающего фермера. Он начал выполнять трудную, опасную и кажущуюся бесконечную сельскохозяйственную работу, когда был еще маленьким мальчиком. Пережив два голодных года, из-за чего вырос не таким высоким, каким мог бы стать, он обнаружил, что часто скучает по относительной безопасности и уверенности в будущем. Ему всегда хотелось унаследовать отцовскую ферму, но когда Свириру было 17, его отец умер от болезни. Свирир понимает, что будучи четвертым, самым младшим сыном, он едва ли получит в наследство что-либо из отцовского поместья. И он был совершенно прав. Поэтому из-за трудного положения и больших амбиций вступил в отряд воинов своего ярла. Ярл. Один из высших титулов в иерархии в средневековой Скандинавии, а также само сословие знати. Первоначально означал племенного вождя, позже — титул верховного правителя страны. Теперь Свирир участвует в первом набеге. Ему всего 18 лет, он боится, но жаждет славы, которую это предприятие, разумеется, принесет ему по возвращении домой. И его командир, Ярл Харальд, уже показал себя как благородный, щедрый и чрезвычайно умный человек. Юноша горд, что служит ему. Свирир поднимает голову и видит Ярла, стоящего на носу корабля, наблюдающего за небом и дающего указания команде. Он думает, что так должен выглядеть Один, направляющий богов в битву против гигантов. Сам Свирир посвящен Тору, и за день до того, как покинуть дом, он пожертвовал гуся своему богу-покровителю в обмен на удачу в набеге. Кричит чайка, пролетающая над головой. Члены команды на мгновение бросают свои дела и смотрят на нее. Ее появление означает, что земля близко. И правда, вскоре сквозь рассеивающийся туман появляются первые очертания белозеленого побережья Англии. Повсюду на корабле слышно бряться ни извяканье металла, воины приводят свое оружие в порядок. Немногие, у кого сохранились хоть какие-то части брони, надевают их. Свирир правит свой топор. Они с Хауком, его лучшим другом с детства, который тоже стал одним из воинов Ярла, подбадривают друг друга. Харальд произносит воодушевляющую речь, разжигая пламя храбрости в сердцах своих людей. Корабли причаливают, и люди сходят на берег. Никого не видно, но если доносчики сказали правду, за похожими на дюны холмами, окружающими песчаный пляж, должен быть богатый торговый город. Перевалив через гребни холмов, викинги видят большой город, в центре которого стоят великолепные, богато украшенные здания со множеством шпилей. По-прежнему никого не видно. Но по мере продвижения через фермы к краю города, к стене, которая огораживает его, воины видят на столах половинки буханок хлеба и дымящиеся угли в очагах. Обитатели ферм покинули их совсем недавно и очень быстро. К тому времени, когда войско добирается до городских ворот, многие воины впадают в экстатическое безумие. Они воют, лают и рычат, как волки или медведи. Все кричат и стучат оружием по толстым деревянным щитам. Первый шквал стрел обрушивается на них из щелей в каменной стене над огромными створками ворот. Воины поднимают щиты, чтобы укрыться от стрел. Раздаются крики боли, но отряд движется вперед. Удивительно быстро он попадает за ворота, в город. Но вокруг снова никого не видно. Даже лучники, кажется, исчезли. Воины рассыпаются вокруг. Они разрушают все на своем пути и забирают все, что может иметь хоть какую-то цену. Причем таких вещей, оказывается, до странности мало. В конце концов, викинги добираются до грандиозного здания в центре города. Сверир шепотом говорит Хауку, что здание похоже на один из тех великих храмов, которые, как он слышал, существуют на этой земле. Там проходят такие странные церемонии, что в них едва ли можно поверить. И здесь почитают бога, который, говорят, правил один и ненавидел всех других богов и богинь. Сверир говорит, что если легенды о нем правдивы, то люди, молящиеся в таком месте, едят плоть и кровь одного из своих героев. Всегда скептически настроенный Хаук, хмыкает и отметает все подобные рассказы, как чистой воды выдумку. В начале воины не слышат никаких звуков изнутри здания. Но по мере приближения до них доносится приглушенный голос человека. В его тоне и манере говорить чувствуется властность вождя, хотя голос ломается и дрожит, как будто от смертельного ужаса. Викинги вонзают в двери топоры, так что обломки летят от замысловатой резьбы и вскоре прорываются внутрь. Как только первые воины появляются в дверях, из толпы мужчин, женщин и детей, прячущихся внутри, раздаются отчаянные стоны. Внутреннее убранство здания гораздо роскошнее того, что когда-либо приходилось видеть Свериру. Эта роскошь подчеркивается еще и тем, что горожане, очевидно, принесли с собой все ценное, что только могли. Викинги рубят любого – мужчину, женщину или ребенка, стоящего между ними и их добычей. Кажется, некоторые воины убивают чисто из-за азарта или, возможно, из-за неутолимой, экстатической ярости. Сверир заметил, что перед смертью горожане делают странный жест правой рукой. Сперва прикасаются к голове, потом к груди и обоим плечам. Сверир приближается к мужчине в длинных, богато украшенных одеждах, пытающемся убежать с огромным, размером с топор, золотым крестом, на одной стороне которого вырезано тело костлявого человека. Продолжение следует...